Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Розенов Матвей, и в этом видео я расскажу вам о новом волшебном сезоне в игре Best Fins. С вас обязательно лайк и подписка на канал, если её ещё нет, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать много новых интересных видео на моём канале. Ну а я уже не буду тянуть, и давайте начинать. И, как всегда, разбор сезона. Я начну с разбора сезонных заданий. Здесь, как ни странно, вообще ничего нового. Ежедневно вам доступно задания за 20, 40 и 60 медальонов. Если вы их все выполните, вы сможете выполнять ещё и бонусные задания, зарабатывая 30 медальонов за выполнение одного задания. Но существуют ещё и побочные задания, в которые входят вращение жуков, открытие ящиков и вращение рулетки. За это задание вы можете заработать от 10 до 20 медальонов, и после выполнения оно обновляется 4 часа. Все задания разобраны, и теперь мы можем с вами смело разбирать сезонный абонемент. Я вам напомню, что этот сезон длится не полмесяца, а месяц. Разработчики снова решили изменить длительность сезона, но уже в обратную сторону. Вместе с покупкой сезонного абонемента вы расширите свой запас энергии на 50%, заберёте 3 ваучера на бесплатный рост жуков, ну а профиль в топе лидеров станет золотым. А вот и другие награды сезонного абонемента, кстати, в сравнении с декабрьским сезоном, они вообще никак не ухудшились, а по сравнению с уменьшенным сезоном, соответственно, улучшились. Самой интересной наградой из всех, естественно, являются два новеньких сезонных стиля, один из которых эксклюзивный, но разберём мы их с вами уже в конце видео. Наконец, и задания, и сезонный абонемент разобраны, и теперь мы можем с вами разбирать все остальные награды волшебного сезона. В самом низу нет ничего интересного, за исключением новенького неэксклюзивного стиля для Вуди, затем идёт золото и мегаусилитель на 3 минуты, естественно, в платных наградах. Затем идёт ракета на 7 минут и ваучер на повышение уровня жуков, мистичная дубина, час вип-статуса. В сундуке на 8 этапе в премиум наградах одно усиление на 10 минут, одна ракета и одно двойное цветение. Затем идёт вип-статус, 7 слитков. В сундуке на 10 этапе в бесплатных наградах у нас одно усиление на 7 минут и два усиления на 5. Затем синие, и, конечно же, в бесплатных наградах их меньше, чем в платных. Снова вип-статус, спрей от слизней, ракета, 7 ключей. В сундуке на 15 этапе в премиум наградах два усиления на 10 минут и одно усиление на 12. 18 ключей, жёлтые, синие, ракета. В сундуке на 20 этапе в бесплатных наградах на этот раз уже одно усиление на 5 минут и два усиления на 7. Вау, одно усиление стало длиннее на 2 минуты. Затем идёт мега-усилитель на 3 минуты на этом же этапе, но уже в платных наградах. И ваучер на повышение уровня жуков, 7 золота, 20 ключей, 2 тройных взрыва, слитки, вип-статус и эксклюзивный стиль волшебного сезона. Затем мы снова с вами видим вип-статус, жёлтые и целых 18 ключей в бесплатных наградах уже на этот раз. Ракета на 10 минут, 7 слитков. На 30 этапе у нас есть аж целых 2 сундука. В бесплатном все усиления на 5 минут, а в платном 2 спреи от слизней, 2 тройных взрыва и быстрая ракета. Затем мега-усилитель на 5 минут, много жёлтых, 7 слитков, ещё слитки, ещё ваучер на повышение уровня жуков, вип-статус и ещё один сундук в платных наградах, в котором у нас одно усиление на 5 минут, второе на 7 и третье на 10. Затем золото, синее, ещё золото, спрей от слизней, мега-усилитель на 7 минут, снова в платных наградах, 10 золота и 15 золота, и ещё 20 золота. Ну а на 40 этапе в бесплатных наградах вас ждёт либо непремиальный стиль жука, либо 100 золота, если у вас есть все из непремиальных стилей. А в конце сезона всех обладателей сезонного абонемента ждёт сезонное хранилище со случайными наградами. Кстати, если вы хотите глянуть на награды сезонного хранилища в декабре, ссылочка для вас справа сверху или есть в описании к видео, обязательно смотрите, если вдруг не видели. В информации всё в таких фиолетовых цветах, выполняй задания, зарабатывай медали, забирай награды и, конечно же, с сезонным абонементом можно зарабатывать лучшие награды. Ну и теперь мы разбираем с вами новенькие сезонные стили и начнём с неэксклюзивного для Вуди. Вот он у нас здесь и опа, его здесь нет. А из-за чего? А из-за того, что разработчикам лень расширить место для стили. И поэтому мы с вами начнём с эксклюзивного, с мистичной Кармен. Она в наличии лишь в этом сезоне, соответственно, если вы не купите сезонного абонемента, её вы уже никак не получите. И могу сразу вам сказать, что внешний вид у этого стиля реально вот имбовый. Тут видно, что разработчики хотя бы над ним старались. И я очень надеюсь, что её анимации окажутся не хуже внешнего вида. С эксклюзивным стилем разобрались и теперь идём разбираться с неэксклюзивным, а именно с девятым стилем для Вуди, зачарованным Вуди. Стиль является явным намёком на то, что вам ни в коем случае не стоит есть незнакомые грибы. Вуди вот, например, съел и теперь вы видите, что с ним случилось. Либо же есть ещё второй вариант, он отображает разработчиков во время создания нового обновления. Они съели каких-то грибов и напридумывают непонятно чего. Мне кажется, второй вариант явно лучше, чем первый, а вы своё мнение напишите в комментариях. И, конечно же, в конце разбора я дам вам совет, стоит не брать в этом сезоне сезонный абонемент. И, наконец-таки, я скажу, что стоит. Вот в этом сезоне можете реально его взять. Стили имбовые для Кармен, возможно, не особо нужный, но он эксклюзивный. И среди остальных стилей для Кармен он всё-таки не худший явно, а, возможно, окажется лучшим. Для Вуди имбовый стиль, жалко, что не изменён звуковой эффект, но, в принципе, если вы играете часто за Вуди, вы можете, опять-таки, купить сезонный абонемент, чтобы очередной стиль в коллекцию забрать. Ну что ж, друзья, вот я и рассказал вам о волшебном сезоне в игре Best Fins. С вас обязательно лайк и подписка на канал, если её ещё нет. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать много новых интересных видео на моём канале. Ну а с вами был Резанов Матвей, всем до новых встреч и пока-пока.